Сейчас вы увидите 5 интересных приемов с электричеством, которые помогут вам в экстремальных условиях. Поехали! Пятое место! Сварка от сети 220 вольт. Если нужно что-то срочно приварить, а сварочного аппарата под рукой нет, тогда можно это сделать напрямую от сети, подав 220 вольт на сварочный электрод. О, какой! Напрямую с розетки. Возможно ты удивишься, но это действительно работает. Видите, розетка, включим провод, примотан здесь аккуратно, чтобы током не бахнуло. Ноль на железке, фаза вот тут соединена. О, и выходит на электрод. Смотрите, общим планом. Для того, чтобы установить нужный сварочный ток, можно последовательно электроду включить отрезок толстой стальной проволоки. Или банку с соляным раствором. Меняя длину проволоки или электрода в банке, можно регулировать сварочный ток в широких пределах. Когда я подключился напрямую от сети, сварочный ток был в пределах 200 ампер. Дува легко зажигалась, электрод сгорал как спичка, но при этом легко разрезал почти любой металл. Но вот для того, чтобы приварить металлическое изделие, я с помощью соленого бульбулятора ограничил ток до 100 ампер. Если проводка не рассчитана на большие токи, нужно подключаться напрямую к воду. Чё это такое? Не забывай за безопасность. Пользуйся резиновыми перчатками и сапожками. Четвёртое место. Лампа из карандаша. Если из простого карандаша достать грифелевый стержень и примотать к нему проводочки, то получится лампочка. Несмотря на простоту конструкции, такая лампочка светит достаточно ярко. Оптимальное напряжение 12 вольт, которое я беру от батареи и старого ноутбука. Ещё такую лампочку можно использовать как зажигалку. Но это не все возможности простого карандаша. Смотри дальше. И третье место. Электрогравировка. Хочешь сделать запись на ноже или как-то украсить столовые приборы? Сейчас я покажу, как это можно сделать с помощью обычного карандаша. Нам понадобится два провода, карандаш, какой-то потребитель. Берём карандаш и затачиваем его с двух сторон. Приматываем к нему провод и изолируем. Второй провод подключаем последовательно потребителю. Чтобы не испортить заготовку, наносим на поверхность карандашом без напряжения. Потом карандаш подключаем к сети и точечными движениями начинаем писать. Теперь берём резиночкой, вытираем остатки. И у нас получается выжженная рельефная надпись, которую возможно снять только с слоем металла. Второе место. Как избавиться от мышей за 5 минут? Нужно найти мышиную норку и заложить туда электролитический конденсатор. Конденсатор, сверху плотно прижать тапка и включить конденсатор в сеть. Мощный напор дыма моментально прогонит мышей. Да так, что они надолго забудут дорогу обратно. У крыс и мышей есть какой-то необъяснимый, панический страх перед конденсаторным дымом. И первое место. Сверхбыстрый разогрев еды. Если в пищу вставить две вилки и подать на них напряжение из розетки, то еда быстро нагреется. Здесь не нужен нагревательный элемент, так как сама пища создаёт сопротивление электрическому току и равномерно прогревается, как снутри, так и снаружи. Всего за минуту разогревается хоть твёрдая, хоть жидкая еда. При напряжении 220 вольт электролиза и окислов почти не образовываются. Поэтому разогретая пища не теряет вкусовых качеств и не вредна. Кстати, некоторые электрочайники работают по такому же принципу. Внутри у них два электрода и нету нагревательного элемента. В следующем ролике будут интересные и не менее полезные лайфхаки с вайфаем. Подпишись, чтобы не пропустить. Если тебе нравится это видео, поделись им с друзьями. Внизу под видео есть кнопочка поделиться.